Головкин чуть не сломал руку супертяжа Малейка Скотта. Дионтий Уайлдер отказался от 100-миллионного контракта. Александр Усик получил награду как лучший украинский спортсмен 2018 года. Лэпиинец нокаутировал Петерсона в 10-м раунде. Всем привет, вы на канале Футбокс, самые актуальные новости бокса, ММИ и футбола, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить свежих новостей. А мы начинаем. Геннадий Головкин начал тренировочный лагерь перед возвращением на ринг. Напарником Геннадия по работе в зале Big Bear Summit стал американский супертяжеловес Малейк Скотт. В перерывах между тренировками боксеры решили посостязаться в крепости рукопожатия и борцевских навыках. При этом в первой дисциплине Головкин оказался явно крепче своего товарища. Вот как Малейк Скотт прокомментировал свой первый опыт совместных тренировок с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным. Еще один рабочий день мы с легендой Геннадием Головкиным впервые были представлены друг другу забавным предложением потягаться в физической силе. Я всегда слышал о его природной силе. Но черт побери, всегда приятно познакомиться со скромными легендами. И еще более приятно провести с ними время в веселом состязании Triple G. Вернемся к этому завтра, написал в инстаграме боксер. Отметим, что возвращение на ринг Triple G запланировано на июнь, однако точные даты и соперник пока неизвестны. Чемпион WBC супертяжелым весе Дионти Уайлдер рассказал, почему отказался от 100-миллионного контракта со стриминговой платформой Dazn. У меня были длительные отношения с Showtime, и этих ребят я считаю своей семьей. Мы прошли с ними долгий путь, они показали миру мой талант. А я помог сделать их сеть более популярной. А что касается боя с Домиником Бризелом, то я не считаю, что это действительно Pay Per View бой, как по мне. На платной основе должны транслироваться особенные поединки, ради просмотра которых люди готовы отдать деньги за аренду квартиры. А это не тот случай, я народный чемпион и хочу, чтобы мои бои могли увидеть все люди, сказал Уайлдер в интервью. 23 марта в Киеве в рамках украинской программы Человек-года были определены лауреаты целого ряда наград в различных сферах. Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик получил признание как лучший спортсмен минувшего года. На это звание также претендовали чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодет и олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко, ставший первым в истории мужчиной-украинцем, завоевавшим золото зимние олимпиады. Напомним, в 2018 году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. Стал первым победителем турнира всемирной боксерской суперсерии и обладателем трофея имени Мохаммеда Алией. После этого он защитил титулы, нокаутировав Тони и Белю. Бывший чемпион мира в суперлегком весе по версии АБФ россиянин Сергей Лапиенец нанес поражение бывшему чемпиону мира в двух весовых категориях американцу Ламонту Петерсону Боль, проходивший в Аксон-Хилле США. Завершился победой россиянина в 10-м раунде техническим нокаутом. Отметим, что Лапиенец провел второй поединок после поражения от Майки Гарсии в марте 2018 года по очкам в том поединке российский боксер не смог защитить чемпионский пояс АБФ, которым владел с ноября 2017 года. Ранее Лапиенец победил эквадорца Эрика Баони по очкам. Теперь россиянин одержал 15 побед и 11 нокаутом и потерпел одно поражение. Для Петерсона это поражение стало пятым при 35 победах 17 нокаутом и 1 ничьей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok